Дорогие друзья, мы продолжаем нашу конференцию. С вами Иван Козлов, товарищ Витязя. Иван, скажи, пожалуйста, начало такое удачное, да? Ну и в прошлом матче тоже было удачное начало, быстрый год. И вдруг потом что-то... Хотя Дмитрий Антонович Рябыкин сегодня с полным правом сказал, что игра команды ему понравилась в целом, за исключением тех ошибок, которые были допущены при опущенных шайбах. Вот в твое мнение, что произошло, что можно было бы изменить? Тут даже можно сказать, что вы сами за меня ответили. Хорошая командная игра, но что нам не хватило побольше обострения, бросков по уротам, да, как сказали, что мы удержали шайбу, у нас был момент, а в втором периоде минута 40. Мы провели в чужой зоне, но при этом сделали всего лишь один бросок. То есть надо над этим акцентом поработать, побольше бросков. Я думаю, что только за счет вот таких вот даже простых набросов там за крайне вратаря у нас будет больше опасных моментов и может быть даже больше млф. Вот атак в целом, да, была, считаю, хорошая игра в нашем исполнении, считаю, что мы доминировали всю игру, но за счет своих индивидуальных ошибок мы проиграли этот матч. То, что команда играть умеет, показал матч Ярославля. Победить лидера всего чемпионата на тот момент, это дорогого стоит. Почему так не удается держать вот этот уровень все время? Это недостаток мастерства, усталость определенная уже от сезона. Вот несколько слов вам дают, пожалуйста. Хороший, хороший вопрос. Да, к сожалению, в этом сезоне у нас, ну, вообще в принципе нам стабильности не хватает в этом сезоне. То есть мы можем сыграть две, там, три игры очень хорошо, а потом просесть. То есть, честно, не могу сказать с чем-то связанным, потому что перед каждой игрой мы выходим с одной и той же мыслью, что вот нужно зацепиться за эту игру, делать всю ту же работу, что нам говорят делать. Ну, не знаю, может быть, может быть, как мне сейчас мысль в голову пришла, может быть, за счет вот таких вот побед, когда мы там выигрываем лидера, мы сами начинаем чувствовать, а может быть, мы тут можем уже сыграть вот так, более авантюрно, и поэтому у нас, может быть, не получается. То, что, как вы сказали, мастерства у нас не так много, мы такая рабочая, считаю, команда. Когда мы играем правильно, когда мы играем, как нам говорит тренер, у нас все получается. Когда мы начинаем авантюрно как-то действовать, но соперник нас наказывает, и из-за этого мы получаем какие-то голы. Вот мне это кажется. Это и в психологии тоже, да, наверное, это дело? Вы сами сказали, начинаем думать, накручивать. Ну, я бы сказал, что мне кажется, что мы вот выиграем чемпионат, лидера чемпионата, и, так можно сказать, при понятком настроении, а может быть, сейчас уже сыграть не так просто, что нам приносил результат, а где-нибудь обыграть, оно тоже на синей линии, получить потерю. И за счет этих микромоментов, то есть, это все накладывается, накладывается друг на друга, и за счет этого мы проигрываем, и не играем ту игру, в которую мы должны играть всегда. О, ошибок индивидуальных, удаление сегодняшнего, тоже индивидуальные ошибки, как считаешь? Хороший вопрос. Да, у нас сегодня удаление так. Ну, не могу сказать, что удаления были какие-то все оправданные, то есть, первое до удаления, там, игрок у нас упал, так получилось, и зацепил, да, когда в голову попал, ну, не знаю, может быть, за счет желаний какого-то где-то, такого, что может быть сейчас, да, излишне может быть и за счет этого тоже, возможно. Спасибо. Дмитрий Анатольевич после игры сказал, что в целом он удовлетворен сегодня, как вы, хоккеисты, смотрелись на площадке. Мне интересно узнать об атмосфере в раздевалке, это злость, уныние, вот какие эмоции преобладают после таких игр? Вроде все получалось, но очков нет. Ну, уныния нету, то есть, мы понимаем, что у нас еще остается, есть время, есть игры, и, конечно, никакого уныния нету. Да, есть вот эта вот, может быть, раздосадность, то, что сами-сами отдали очки, сами отдали голы, да, вот это вот есть, ну, никакого уныния нету, то есть, после там каждого периода игры Володя Галузин, то есть, нам всегда говорит правильные вещи, то есть, никакого уныния, то, что мы там сдаем чемпионат, такого нету. То есть, мы выходим в каждую игру на каждый период и стараемся максимум выдавать свой.